Это Лайф, я Светлана Чабан, и мы продолжаем. 12-й день Олимпиады стал днём борьбы за 13-е золото в копилке сборной России. Наши спортсменки сделали всё возможное, но так и не стали победительницами. У нас два серебра в вольной борьбе. Драматическим оказался финал в вольной борьбе до 58 килограммов. На ковре сошлись наши Валерия Каблова и легенды мирового спорта Японка Каори и Тём. У россиянки были все шансы на победу. Счёт 2-1 в нашу пользу держался почти до самого конца. Но судьбу олимпийского золота решили какие-то 5 секунд. Каори и Тё провела контратаку, и Валерия Каблова уже не смогла выбраться из её железной хватки. Самые преданные болельщики Валерии собрались с экранов телевизоров в Подмосковье. Родственники и друзья с замиранием сердца следили за тем, что происходило в Рио-де-Жанейро. А при просмотре финала вольной борьбы весовой категории до 69 килограмм. У болельщиков возникло чувство дежавю. На ковре опять сошлись россиянка, японка. И, казалось, золото уже в руках у Натальи Воробьевой. Она уверенно вела 2-1. Но когда до конца схватки оставалось всего 30 секунд, случилось необъяснимое. Саре Досео удалось сравнять счет, который так и не изменился к концу встречи. Победу японки судьи присудили уже по дополнительным показателям. Технические действия Досео оказались точнее.